Генеральный спонсор программы – компания Huawei. Здравствуйте, это программа IT News. Всё о новинках в мире гаджетов, технологий и социальных сетей. Меня зовут Зарина Беремкул и вот что вы увидите в выпуске. Верту распродаёт свои люксовые продукты ниже заявленной стоимости с помощью аукциона. Проект Microsoft поможет обнаружить рак за 30 секунд. Киберспорт может стать официальной дисциплиной на Олимпийских играх 2024 года. Некоммерческая организация Consumer Reports, стоящая на страже интересов потребителей с 1936 года, отобрала значок рекомендованно у всей линейки устройств Microsoft Surface. Причиной тому стала низкая надёжность техники ниже, чем у других производителей. Проведя исследование среди 90 тысяч владельцев ноутбуков и планшетов, организация пришла к выводу, что около 25% пользователей Surface сталкиваются с проблемами к концу второго года владения. Эти проблемы проявляются в виде зависаний, неожиданных выключений, слабой отзывчивости сенсорного дисплея. Для исследования учёные данные более 40 тысяч подписчиков сервиса, которые приобрели новые ноутбуки в промежуток времени между 2014 и первым кварталом 2017 года. Вместе с тем, Microsoft не согласилась с озвученными данными и заявила, что её аппаратные решения не менее надёжны, чем пока других производителей. Отмечается, что команда Surface постоянно отслеживает качество продукции, используя метрики поломок и возвратов. При этом как прогнозные, так и фактические показатели отказов для устройств Surface Pro 4 и Surface Book существенно ниже, чем указанные 25%. Тем временем, согласно данным ежегодного исследования Consumere Reports, наиболее надёжными были признаны компьютеры Apple. Хотя ранее у организации также были претензии к продукции компаний из Купертино. Они казались меньшей продолжительности автономной работы ноутбуков, чем обещала Apple. В прошлом месяце известный производитель люксовых мобильных устройств Vertu объявил о закрытии производства Великобритании и сокращении 200 сотрудников. Теперь компания начала вывозить вещи из уже закрытой фабрики и устроила небольшую распродажу лишнего, пишет издание The Next Web. Один из фирменных телефонов Vertu Signature, в корпусе которого украшен 18-каратным золотом и отделан кожей аллигатора, на уланной аукционе Beats Potter продаётся о цене от 1500 долларов при обычной стоимости в 19 тысяч. В общем же, список лота пошли несколько десятков позиций, включая украшения из штаб-квартиры, бронзовые скульптуры, оборудование и план футуристического города из деталей Vertu. Также на аукцион попали модели из ограниченных серий, вроде Vertu и Ferrari. Представленный в 2013 году смартфон теперь можно купить по цене от 670 долларов вместо первоначально 16 тысяч долларов. Мини-эксклюзивные устройства продаются коллекциями. Набор из 54 телефонов оценят в 1500 долларов. Напомню, в марте 2017 года Vertu была куплена турецким бизнесменом Хаканом Узаном за 61 миллион долларов. Что будет с Vertu дальше, пока неизвестно, так как о банкротстве компания пока не объявляла. А источники The Financial Times говорили, что Узан намеревается возродить известный бренд в будущем. Комиссия по международной торговле США ITC инициирует расследование в отношении компании Apple, которую Колком обвиняет в нарушении шести патентов. В июле Колком потребовала запрета импорта в США смартфонов iPhone и других яблочных продуктов, в которых незаконно используются принадлежащие ей патенты. Речь идет о технологических решениях, которые позволяют увеличить продолжительность автономной работы от батареи при обработке графики, интернет-графика, загрузке устройства, управлении питанием антенной и управлением производительностью. Компания также подала иск против Apple по тем же шести патентов в окружном суде США в Южном округе штата Калифорния, а также в Германии. Все это были ответные действия на судебный иск Apple, поданный в январе этого года. Она обвинила Колком в нарушении майского предписания Верховного суда, по существу дважды требуя выплаты за изобретение при продаже чипов и через роялти. Вместе с тем, Apple утверждает, что Колком взимает непропорционально высокие вознаграждения за использование своих патентов и злоупотребляет своим положением в качестве лидера рынка модемов для смартфонов. Apple также преследует Колком в судебном порядке в Китае и Великобритании. Затянувшиеся патентные разбирательства дорого обходятся предприятию-поставщику. Помимо дополнительных расходов на ведение дела, компания не получает запланированных доходов. В итоге в апреле Колком снизила прогнозный доход на 500 миллионов долларов из-за прекращения платежей в виде роялти от продаж iPhone и iPad. В июле было зафиксировано падение чистой прибыли компании на 40% до уровня 800 миллионов долларов. Компания Xiaomi выпустила новую спортивную Bluetooth гарнитуру. Новинка под названием Mi Sports Bluetooth Headset Mini стала уже вторым поколением в линейке. Гарнитура выполнена в таком же дизайне, как и предшественник. Устройство оснащено заушной дужкой, которая призвана надежно удерживать наушник во время физической активности. Новинка имеет рейтинг IP4X, изучена от воздействия воды и пота. Она поставляется вместе с водонепроницаемым чехлом для хранения. Гарнитура Xiaomi Mi Sport Bluetooth Headset Mini уже поступила в продажу 10 августа по цене около 25 долларов. Модель предыдущего поколения продавалась за 22 доллара. В рамках проведения киберспортивного мероприятия The International, посвященной игре Dota 2, представители компании Valve анонсировали выпуск карточной игры по ее мотивам. Пока что о новом проекте известно крайне мало. Он получил название «Артефакт». Фактически, Valve показала лишь короткий тизерный ролик и указала, что игра планируется к запуску в 2018 году. Больше никаких сведений предоставлено не было. Вместе с тем, бывший разработчик студии Double Fine Брэд Муир заявил, что уже некоторое время работает над новой игрой «Артефакт». Китайская компания SAIC GM Bullying, являющаяся генеральным партнером General Motors, подготовила к выпуску доступный электромобиль Baujin E100. Внешняя новинка немного напоминает модель Smart 4 II, однако в данном случае визуальная схожесть куда менее важна, чем цена. Электромобиль Baujin E100 получил цену базовой версии 5300 долларов. За такую стоимость предлагается транспортное средство, в котором могут комфортно разметиться два взрослых человека. Автомобиль имеет колесную базу 1600 мм и высоту 1670 мм. Радиус разворота составляет всего 3,7 метра. Электромобиль Baujin E100 комплектуется одним электромотором мощностью 29 кВт. Запас хода от полностью заряженной батареи заявлен до 155 км. Полная зарядка аккумулятора занимает 7,5 часов. Максимальная скорость движения составляет 100 км в час. В оснащение Baujin E100 включается АБС, электроусилитель руля, электронно-стояночный тормоз, парктроник и система оповещения пешеходов. Также сообщается о наличии информационно-развлекательной системы с 7-дюймовым сенсорным дисплеем встроенного модуля Wi-Fi. Первые 10 электромобилей Baujin E100 уже поступили в продажу в Китае в июле. Уже более 5000 человек выразили желание купить автомобиль из второй партии, но на первых порах выпуск будет ограничен несколькими сотнями единиц. Спорческий директор серии Dragon Age Майк Ледлоу сообщил, что команда разработчиков сериала уже раздумывает над продолжением, то есть Dragon Age 4. Более того, идут разговоры ее о Dragon Age 5. Мы не собираемся завершать эту серию, у нас есть план развития, в рамках которого мы обсуждаем и размышляем о еще двух следующих игр, заявил Ледлоу. Однако анонса игры пока не произошло. Напомню, что Dragon Age 3 Inquisition была выпущена в ноябре 2014 года. Велика вероятность, что продолжение покажут довольно скоро. Компания Microsoft рассказала о своем проекте Inner Eye, разрабатываемом научно-исследовательским подразделением Microsoft Research. По задумке исследователей, Inner Eye поможет врачам значительно ускорить работу со снимками внутренних органов и скани пациентов, тем самым значительно сократить время на обнаружение злокачественных образований у человека и дальнейшее их лечение. В основе решения лежат датчики Microsoft Kinect и умная система распознавания изображений. В процессе компьютерной томографии получается серия из сотен снимков. На каждом снимке врач должен обвести орган, который будет подвергнуть химии терапии. Чтобы затем воссоздать из этих контуров трехмерное изображение. Как отмечают разработчики, на эту процедуру врач обычно тратит несколько часов. В то время как Inner Eye делает это автоматически, затрачивая не более 30 секунд. После этого врачу остается проверить результаты и в случае необходимости внести правки. Следующим шагом для исследователей будет реализация механизма постоянной тренировки алгоритма на основе новых данных. Количество зрителей крупных киберспортивных чемпионатов уже достигло такой отметки, что с ним невозможно не считаться. К примеру, за турниром Reef Reefs по League of Legends в Украинах наблюдали 28 миллионов болельщиков. Неудивительно, что киберспорт привлек внимание и со стороны организаторов Олимпийских игр. Сопредседатель комитета по проведению игр в Париже Тони Эстенги заявил, что они активно думают о включении киберспорта в число официальных дисциплин на летних Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году. По его словам, представители Международного Олимпийского комитета хотят встретиться с представителями киберспорта, чтобы обсудить возможные варианты взаимодействия. Молодежь очень интересуется киберспортом, так давайте рассмотрим этот вопрос, встретимся с представителями киберспорта, попытаемся навести мосты. Время еще есть, мы встретимся с нужными людьми после Конгресса Международного Олимпийского комитета в сентябре. Последнее слово будет замок, говорит Эстенги. При этом официально Париж еще не стал местом проведения Олимпийских игр в 2024 году. Однако единственный конкурент города Лос-Анджелес выбыл из борьбы, так как подал заявку на проведение игры в 2028 году. И на этом у меня пока все. Будьте в курсе новостей передовых технологий вместе с программой IT News. Всего доброго.